...на некую вечеринку. Вы такой специальный класс населения, который, не знаю, какое слово подавляясь под это, такая, как бы сейчас назвали по-русски, золотая молодёжь. В Большом театре идут репетиции оперы Моцарта «Дон Жуан». Это будет первая оперная премьера этого сезона, которая состоится 28 октября. Вот, стул стоит здесь. Дальше. Пожарь филатр. Вы сидите на этом струле с самого начала. Угу, садитесь. Кстати, премьера этого спектакля уже состоялась летом на оперном фестивале «Экс-Ан-Провансе» во Франции. Сейчас Дмитрий Черняков осуществляет перенос этой постановки на сцене Большого театра. Он активно ведёт репетиции с артистами. Ха-ха-ха. Идите. Понимаешь? Хорошенька. Да, да. Вот, чтобы на этот стол наткнулась неожиданно, понимаешь? Ой, чуть не упала. Это спектакль специфический, очень необычный, со сложными мотивировками поступков. Я должен всё-всё-всё объяснять, чтобы всем было всё понятно. Ты на неё не смотришь вообще. Ты сидишь? Особенно очень сложно это делать в речитативе, который является практически как бы… практически театром с драматическими актёрами, где каждая фраза – часть какой-то психологической кривой. В отличие от милитарии, который может быть просто одной эмоцией, разлитой на десять минут. А здесь всё-всё-всё меняется. И речитативы мы стараемся не пропускать, не пробалтывать, не относиться к нему как к чему-то такому несущемуся. Скорей-скорей-скорей к ожидаемому музыкальному номеру. А к очень важной части истории. Слушает? И он ей что-то бурчит. Всё, я с тобой не разговариваю. Так, как интересно. Очень интересно. Мне здесь намного интересней, чем с тобой разговаривать. Ой, какие котиночки. Всё, я обиделась. И причём на показ, понимаешь, на показ. Я даже должно его зацепить. Вот ты встаёшь прямо с фразой «Оно та чекурделе». Конечно, требуется, с моей стороны, такой эмоциональный нахрап, да, как сказать, себя как-то так бросать в эту печь, так тратиться, чтобы это всё как бы вместе задышало. Я имею в виду, задышало эмоционально. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спектакль заняты солисты Большого театра и приглашённые певцы. Думаю, что это будет интересное прочтение режиссёром оперной классики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А так не надо. Надо, надо, да. Да, понимаешь. А сейчас, понимаешь, ты потеряла издевательское какое-то зерно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Небежой постановщик этого спектакля – Теодор Курендис, который очень успешно поставил на сцене Большого театра оперу Албана Берга «Воцик». Теодор Курендис очень тщательно работает с оркестром. Я надеюсь, что это будет его очередная большая удача. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Моцарт – это чудо в нашей жизни, это сокровище. Это самый идеальный композитор, самый современный композитор и очень сложный композитор, потому что прозрачно звучало. Там очень тонкие маншировки, очень тонкая ткань. Поэтому вот в этой простоте это очень сложно находиться и добиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Так важно, чтобы эта музыка прозвучала именно как было написано. Поэтому мы пользуемся исторические инструменты для этого. И делали целый ряд мастер-классов, играли очень долго аккордами, чтобы именно это прозрачное звучание было и могли бы легко приливать дух Моцарта. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА